Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в нашем городе Тимиртал случилось ЧП, потерялся ребенок. И мы с нашими волонтерами из центра Шанрак вышли из Катио, и благополучно ребенок нашелся. Сейчас мы хотим, чтобы наши волонтеры рассказали о мерах предосторожности, о таких случаях. Данил, ты сегодня участвовал в поисках мальчика? Да. Можешь, пожалуйста, сказать, что нужно сделать, чтобы поиски были успешными, чтобы было легче найти пропавшего человека? Ну, организовать группу волонтеров, разделиться по 3-4 человека, даже можно по 2, чтобы охватить большую территорию, чтобы поспрашивать много народа, чтобы поиски были эффективными, а не просто так. Обязательно иметь при себе фотографию мальчика и какие-то еще, допустим, приметы его. Хорошо, спасибо. Можешь, пожалуйста, дать пару советов родителям, чтобы они могли защитить своих детей от подобных ситуаций? В первую очередь, родители должны объяснить детям, что не нужно уходить в западе у двора, и не нужно уходить со двора с незнакомыми людьми, которых дети не знают. Или же сделать так, чтобы ребенок заполнил свой адрес, чтобы в случае чего, не дай бог, конечно, он смог сказать взрослому человеку, где он проживает, либо же номер телефона. Хорошо. Можешь дать пару советов детям, чтобы они могли защитить сами себя? Что им нужно делать в подобных ситуациях? Как попал сегодня мальчик, которого мы искали? В первую очередь, нужно предупреждать родителей о том, куда ребенок собирается идти, чтобы не было подобной ситуации. Потом, ну, также, я повторюсь, это банально даже, могу сказать, не выходить за пределы двора, поскольку маленький мальчик, он не знает, что может с ним случиться. А так, когда он во дворе, под присмотром родителей, он может, ну, в случае чего, обратиться к родителям. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Привет, Серик. Привет. Ты сегодня участвовал в поисках мальчика? Да. Хорошо. Можешь, пожалуйста, сказать, что нужно сделать, чтобы успешно найти пропавшего человека? Если много народу, то разделиться, я думаю, по человеку два-три, и активно расспрашивать у людей, покатывать фотографию мальчиков. Любая информация важна. Хорошо. Можешь дать, пожалуйста, пару советов родителям для того, чтобы они могли защитить своих детей от этого? Ну, воспитание, скорее всего, прежде всего. Говорить ребенку то, что нельзя одному уходить за пределы двора, если он маленький. Следить постоянно за ним, допустим, даже через окно. Говорить ему то, что незнакомых людей слушаться нельзя, а идти с ними вообще запрещено. Хорошо, спасибо. Можешь еще дать пару советов детям, чтобы они могли защитить сами себя, и как им правильно нужно себя вести на улице, вне дома? Ну, во-первых, слушаться родителей, чтобы предотвращать такое, и они сами должны понимать то, что кто для них опасен, а кто нет. Допустим, если подойдет незнакомый человек на тебе конфетку, пойдем там, поиграем, то ребенок сразу должен понимать то, что это опасность. И отказываться идти. Спасибо большое, Серик. Спасибо. Привет, Саша. Ты сегодня участвовал в поисках мальчика? Да, я сегодня участвовал в поисках пропавшего мальчика. Ты можешь, пожалуйста, сказать, что нужно сделать, чтобы человека найти успешно? Чтобы успешно найти человека, во-первых, надо узнать, в чем, в какой отделе в последний раз он уходил, в каком районе его в последний раз видели, задействовать много-много волонтеров, возможно, как сегодня задействована была, скорее всего, армия, полицейские, и тогда успешно можно будет найти человека, опасшего. Можешь дать, пожалуйста, пару советов родителям, для того, чтобы они могли защитить своих детей от того, чтобы их кто-то украл, или они сами куда-то забрели, пропали? Да, конечно, родители. Вы, во-первых, должны понимать, что дети, они маленькие, они не особо осознают, что они делают. Купить им обычные смарт-часы с геопозицией, вы можете в любой момент узнать, где они находятся и тому подобное. Да и просто объясняйте своим детям в голову, что далеко уходить от своего двора нельзя, надо быть под окнами, и вряд ли они у вас потеряются. Можешь еще, пожалуйста, дать пару советов детям, чтобы они могли защитить сами себя, как им нужно себя вести на улице и подобных ситуаций? Я понял. Дети, а вы, в первую очередь, не садитесь в машину с незнакомым людям, не общайтесь с незнакомыми людьми, ведите себя правильно, не уходите далеко и со двора. Я думаю, многим вам, мамы, говорили, что никогда не уходи за кем-то и тому подобное. Ну, короче, просто оставайтесь во дворе под окнами, играйте с другими детишками, не делайте ничего лишнего. Спасибо большое, Диас. Спасибо. Спасибо, Саша. Подошел наш влог к концу. Да, вот мы узнали, что нужно делать в подобных ситуациях, как произошло сегодня. Подписывайтесь на наш канал. С вами была Камила, Саша. Детишки, а вы не теряйтесь. Всем пока. Диас, Далара, Актобе, Олежа, Серик. И всем спасибо за внимание. Всем пока. Пока. Пока.